Девушки отдыхают Патрон Амикон, расскажи мне про робота Так, у него есть правая рука Прекрасно Создана, чтобы убивать Полуавтоматическая Бесконечный боезапас Не показывает скрытые стены Правая рука штурмового робота Сбежавшего вооружение Простая система пулевой стрельбы Надежна на ее короткому столу Не достает сложности Под управлением наводящего Искусственного интеллекта Становится действительно грозным оружием Не перегрейся Утечка хладогена Распыляет по местности Жидкий хладоген Полезна при тушении пожаров И электризации местности А, пассивная На электризованные Вайт все выпущенные пули Ударные части Человеческой гегемонии Целиком укопликтованы Бездушными машинами Защищенными от Высоковольтных атак А их жертвы Уже привыкли бояться Неотвратимых укусов Их на электризованных пуль Круто В общем, у нас есть 30 кредитов Гегемонии Надо их на что-то потратить Наверное, да? Чувак, ты мне что-то Это 9 еще оружейных маньяков Убить Я все еще не знаю Кто эти маньяки А, прошлый заход Прошел, конечно, ужасно Я Мне очень жаль Купим вот этот Штамм Андробомеда Андробомеда Так, король Что ты мне скажешь? Ничего не скажешь Скиньте Все Идем роботом в вооружении Так, про робота я слышал Интересные вещи Я слышал, что у него нет здоровья У него нет красных сердец Ну, что в принципе логично Он же робот Да, он же робот А не какая-то, блин Подруга Но Да У него нет здоровья У него только броня И Так, посмотрим, как стреляет его рука Стреляет Ну Более-менее быстро И у нее большой хотя бы боезапас Ладно Посмотрим, что у нас получится Активный предмет Активный предмет Раскидывает воду Разбрызгиваем воду Потом стреляем рукой И что? И Противники получают урон в этой воде А у активного предмета Перезарядка Ну такая Не очень быстрая Средней скорости, я бы сказал Но в принципе Мне пока что интересно Ну, конечно, мне пока что интересно Новый персонаж Не любой был Мне было бы интересно Даже если бы у меня тут Блин, я не знаю Каменный человек с дубинкой вылез С одной единицей жизни Мне бы все равно было бы интересно Новым персонажем поиграть Так что Я Я очень рад, что Что я не буду в 28-й раз Играть пилотом Ай Заход с пилотом Ну давайте, знаете что Давайте постараемся его забыть Это был отличный заход На котором я должен был победить Испортил все Испортил все своей жадностью Тупостью Спешкой, блин И всем остальным Я много раз повторяю Себе Что, блин А, что спешка Она нужна Только при Некоторых обстоятельствах При ловле блох И, блин, не знаю При При крушении самолета Потому что Нужно срочно успеть Отослать селфи В падающем самолете Всем своим друзьям Я Не смешно Пошутил Про падающие самолеты Я извиняюсь Ам Так Что мы хотим на первом этаже Какие Предметы Могут быть у робота Полетны Ну, во-первых Я хочу любые предметы Которые нам дают броню Из очевидных Из тех, которые я знаю Это Предметы Из комплекта Оружия рыцаря Это Комплекты брони Оружия рыцаря Некоторые части Рука По-моему Перчатки Броня Шлем Или Перчатки Броня Сапоги Шлем Ну, в общем Несколько Шмоток Оружия рыцаря Которые дают броню При переходе На каждый этаж Что еще Наномашины Наномашины Сын Наномашины Сон Наномашины Конечно Идеальный вариант Дает две брони Когда мы их подбираем Плюс Восстанавливает Там Броню При получении Некоторого количества Урона А то, что мы не получаем Красные сердца Как сильно это повлияет На игру Я думаю Это повлияет Повлияет Очень-очень-очень Критично На игровой процесс И на выбор Предметов Которые мы берем Потому что Теперь для нас Например Максимальное здоровье Это Не ячейка Которую мы можем Потом восполнить В будущем Это просто Это просто Три брони Насколько я знаю Робот получает Три брони Вместо Одного Максимального здоровья Ну Роботам Роботам Очень важно Не Не умирать Не умирать Да Чудо Вообще Сказанул Да Как отрезал Очень важно Не умирать Если ты хочешь победить Нет Важно не получать урон Намного важнее Чем другими персонажами Особенно На низких уровнях Потому что Другими персонажами Еще как-то Пережить этот вопрос Можно Подобрав Красное здоровье В последующем Роботам Ты хер Подберешь А не красное здоровье Кстати Мы красный сундук Открыли И подобрали Омега патроны Омега патроны Это у нас что? Омега патроны По-моему Увеличивают Урон От первого Выстрела В обойме Насколько это будет полезно? Ну С тем оружием Которое у нас Сейчас есть Это будет Мягко говоря Слабовато Да Я же прав Давайте Патрономиком проверим Так Омега Омега Увеличивают урон Наносимый Последним патроном В обойме Ааа Последним Патроном в обойме Понятно Ну Это в любом случае Будет полезно С любым оружием Которое В котором всего один патрон Ну Я подозреваю Что он все равно Будет действовать Поэтому да Постараемся Если будет такая возможность Какие нибудь Однозарядные Ружья добывать Однозарядные Либо двухзарядные Что нибудь Из этого списка Открываем зеленый сундук Здесь дробовик Ледокол Вот В нем Три патрона Просто замечательно С омега патроном Будет работать Хоть как-то Так Что в магазине В магазине Продаются доспехи Продаются Увеличение Вместимости Активных предметов Я не знаю Стоит ли покупать Броню Как робот Стоит ли покупка Это того Или надо Купить рюкзак Я не знаю Ребят Хорошенький вопрос Король патрон Король патрон Ты сейчас получишь Ты сейчас получишь От моих Омега патронов Ну Омега патроны Будут наносить Хороший урон Если я Блин Буду достреливать До него Окей Тут конечно Можно было Перепрыгнуть В легкую Но что-то Я затупил Против короля патрона Пока что Вот этот Наш предмет Действует неплохо Действует неплохо Все идет окей Вот это было плохо Вот этот урон Который получен был Не должен был быть получен Я чуть-чуть не рассчитал прыжок И этот может обернуться катастрофой Потому что Кроме того Что мы Получили урон Мы еще и Не получили Три брони За прохождение этого босса Ну Ладно Хрен с ним Это еще не конец И плюс команда Команда Ну Тут Что я могу сказать Это команда Ребят Это команда Детка Но мы Не идем Мы не идем На Секретный уровень Это очевидно Я куплю броню Я куплю Доспехов И Я могу купить Еще рюкзак Но если честно Я воздержусь Давайте поищем Секретную комнату Секретная комната Может быть Вот здесь Стоит ли тратить Патроны на команду Для поиска Секретной комнаты Я думаю да Я думаю да И даже может Дробовик их Открывать будет Нет Я не знаю Я не уверен Не обязательно должно быть Взрывное оружие Да Можно любым оружием А где еще может быть Здесь Не знаю Ладно Друг Все Спокойно Я чуть-чуть Пострелял Хватит Хватит Нервничать Я еще В одном месте Проверю Секретную комнату И двинусь Дальше Потому что Я все еще Не уверен Как работает Алгоритм Этих Секретных Комнат Телевизор Издает Странные звуки При прыжках Короче Я не знаю Где секретная комната Хрен с ней Идем дальше Ну естественно Естественно Команда Это шикарная находка Для нас В этой ситуации Мы получаем Все что хотели Мы получили Прекрасную возможность Убивать боссов До четвертого этажа Наверное Ну четвертого босса Можно убить Команда Плюс еще одно оружие Теперь нам нужно Что-нибудь Для зачистки комнат В принципе Стартовые Это Правая рука Она вроде как Катит Но Она конечно Веселая Но Недостаточно По-моему Быстро убивать Противников Уже Второй этаж Я все-таки Потерплю Еще побегаю С ней Может я Что-то не понимаю Может я не знаю Я не понимаю Почему так быстро Я тебя теряю А может быть Я просто Абсолютно прав И это действительно Не самое лучшее оружие Будем На электризованные Пули Использовать Ну в смысле Этот Активный предмет Телевизора Он телевизор Или робот Он робот Да Он робот Но он Он же телевизор Два в одном Одним Движением руки Этот замечательный телевизор Превращается в робота Опа Оу Спокойно Спокойно Снайперы Тише Тише Смотрите Сколько их тут На меня набежало А сейчас По-моему Появится Железная девка Да Железная девка Так Это стоит того Чтобы дробовик На нее потратить Ах ты Сука Она спряталась Сразу Она замерзла И сразу Спряталась Тварь такая А ну вылезай Оттуда Не вы видели Вы видели Что она делает Короче Заморозка Ее не убить Ладно Открывайся Вот так Ну Пассивные предметы Нам нужны Хорошие Нам нужно Увеличение здоровья Увеличение здоровья Ну оно для всех Классов важно Но здесь Мне кажется Без него Вообще будет нереально Потому что Хотя нет Знаете что Наверное Для других классов Увеличение здоровья Важнее Чем для робота Почему Потому что Потому что Они его могут восстановить Робот с таким же успехом Просто броню может Подбирать И все Да Нам нужно Чтоб нам после боссов Просто броня Выпадала И все И лучше Пускай выпадает броня И какое-нибудь другое Оружие Чем Чем увеличение здоровья Ну да Как-то так Наверное Вот это будет Более правильный подход Мне нравится Мне нравится Сколько патронов В обойме Правой руки В обойме Моей правой руки Да сколько патронов Побывало Как ужасно Как я это сказал Мне же самому Дурно стало Что у нас здесь есть Так Магазин Что ты мне продашь Ключ И патроны Ключ и патроны Братья навек Хочу ли я что-нибудь продать Ну тут нам нечего продавать Да У нас все нормальное Омега патрон рулит Все рулит Нам не стоит Ничего впаривать Зеленому слезняку Пока что До конца второго этажа Можно найти еще Блин как минимум Два оттойных предмета Как их парить Слезняку Слезняк это хорошо На любом этаже Слезняк меня радует И насколько я понимаю Ну появление слезняка На низком уровне Не означает то Что слезняк Не придет к нам позже Вот кстати Шанс использовать слезняка Разбиваем деревянный сундук Хлам Хлам идет на продажу Чудно Замечательно Главное не забыть вернуться Ок Что мы хотим получить В следующем сундуке Который не будет деревянный Я в это верю Надежда умирает Последний А я ее Глупый Наследник Аааа Тата-та-та-та Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Ах ты Блин Ну Да Вот надо больше Бейсболистских песен Петь Блин Тогда у тебя вообще всё будет в жизни зашибись Всё будет офигенно Непременно всё будет офигенно Если ты напеваешь песни из бейсбола Я думаю, что Мы не можем позволить себе тратить деньги На покупку Патронов Сожалей Очень хотелось бы, но не можем Почему? Потому что нам важно Очень сохранить эти деньги На случай, если будет Один из критичных предметов Для робота продаваться в магазине Критичные предметы Это всё, что даёт нам возможность Восстанавливать броню То есть из того, что я знаю на данный момент Это комплект оружия рыцаря И И нано-машины Может там есть ещё что-то, что я забыл Так что да Мы поэтому будем Пытаться Будем пытаться Деньги зря не трать Патроны, во всяком случае Не покупать за деньги Вот эта ситуация Меня не радует Здесь мы могли Очень легко получить урон Я хер знает Хрен знает На кой хер я Копил здесь Патроны Не экономил их до последнего Так что у нас здесь По-моему в этой комнате Есть синие пульки Мне кажется Мне мерещатся, да Но Стартовое оружие робота Мне очень нравится Наверное это сейчас Моё любимое оружие Из всех персонажей Ну что в принципе логично Потому что робот как бы Секретный персонаж Ну в принципе Логично, что у него что-то Будет лучше, чем у других Например стартовое оружие Но это не всегда правда В Айзеке там например Секретные персонажи Это жесть Там Лост И Кипер Это очень сложные Персонажи, которыми сложно играть Они там секретные Не потому что Они дают тебе преимущество А как раз наоборот Опа-па-па-па Так, отлично Ну у нас деньги появляются Денег дофига 110 денег уже На этом этаже Это Радует Так, как эта комната Проходится Сюда Сюда Теперь Теперь сюда Сюда Снак вопроса Теперь по-моему Наверх надо А потом вправо На платформу Да Да-да-да-да-да Здесь наискосок И здесь Все Мы, считайте Прошли эту комнату Ну это Это не сложная Загадка была Ничего тут особенного Не было В этой загадке Вот знаете что Я У меня выработался Блин Выработалась Ненависть к призракам После того, как я посмотрел Последний трейлер Новых охотников За привидениями Ай Какой трейлер Какой трейлер Поэтому я теперь На призраков Готов тратить Любые боеприпасы Так Вот эта движуха Меня не пугает С нашим оружием Оно очень скорострельное В нем много патронов Еще один призрак Он чуть меня не убил Ах ты скотина Вот Вот что я не люблю призраков Они выскакивают На тебя из-за угла И снимают Отстойные трейлеры Блин Еще один деревянный Сундук Ах Открою ли я его Знаете что нет Только из-за того Что у нас Здесь есть слизень Я возьму хлам Потому что мы Хоть продать его сможем Оружие у нас есть Давайте слизень Купи у меня Всякую фигню То есть вот так Хлам Бросить Хлам Бросить Кушай Кушай слизень Дай мне что-нибудь хорошее Например Шесть гильз Ну Мне кажется Что здесь Мы покупаем Ключ И Пробуем Открыть Закрытую комнату Что там будет А хрен его знать Сейчас узнаем Что там будет Откройся Сим-сим Сезам Пополнение Боеприпасов На которые Я могу Пожертвовать Здоровье Нет Спасибо Знаете Я как-нибудь Как-нибудь Обойдусь Так Команда Вперед И Ледокол Как запасное Оружие Здравствуйте Мисс Змейка Самый сложный Босс Этого этажа По моему Мнению Раньше Я считал Самым сложным Боссом Злобоглаза Мое мнение Изменилось Очень сильно За последнее Время Теперь Змейку Я считаю Неприятной Чувихой С которой Ничего общего Иметь не хочу И слушайте Цвет ее кожи Здесь ни при чем Уходим Ну что ты будешь делать Ну это было бездарно Это было глупо Это было абсолютно Не нужно Я должен был там Пустышку использовать Ну как обычно Да Как всегда Лучшая традиция Змейка Пожалуйста Мы все еще живы Еще не все потеряно Броню мы получили Арбалет получили Тройной арбалет Как тройной Эдиколон Только Намного более Безопасен Для вашего здоровья При приеме внутрь Ам Где у нас Секретная комната А здесь Нет Нам Здесь Здесь Действительно Здесь Да И всего лишь Пустышку Мы получаем К сожалению Ну Все равно Бы не пригодилось Мне кажется Надо купить патроны Я говорил Что я не буду Покупать патроны Но придется Я куплю патроны Для команда На случай Если Если мы Ничего Хорошего Не найдем На следующем этаже Под хорошим Я подразумеваю Патроны Ну Ничего хорошего Мы может Что-то другое Хорошее Там найдем Может мы там Найдем Я не знаю Вечеринку В стиле ретро Или Дискотеку Восьмидесятых Но Патроны Мы можем Вполне Не найти На следующем этаже Я буду печален Как Блин Десять Статуй Писающих Мальчиков Почему Статуя Писающего Мальчика Печально Потому что Он стоит Посреди Площади И на него Уже Десять Тысяч Лет Все Смотрят И все И он Ничего С кем Сделать Не может О чем Я говорю А хрен Его знает Идем Тройной Арбалет Вперед Знаете Что Наверное В комнатах Лучше Не тройной Арбалет А вот Этот Дробовик Ледокол Плюс Стартовое Оружие Да Ледокол В комнатах Явно Будет Получше Потому что Он Замораживает Противников А потом Разбивает Все Заморозили А потом Перекатом Перекатом В стенку В стенку Что-то не получается Мне кажется Что у замороженных Противников Можно перекатом Убивать Что-то у меня Не выходит Ну во всяком случае Можно их Замораживать А потом Переключаться На стартовый Стартовый Пистолет Патроны Берем Для ледокола Ну как только Я сказал Что патроны Не выпадут Естественно Они выпали Да Ну а что Что делаешь Окей Ребята Ребята Тише Спокойно Спокойно Все нормально Я скинул на них Много камней Вперед Из песней Заморозили Разбили Заморозили Разбили Все идет Зашибись Все просто Офигенно Нет Мне явно нравится Ледокол Заморозка у него Очень мощная В отличие от Многих Замораживающих Оружий Таких как Снежкомет Там Или этот Револьвер Замораживающий Ледокол Замораживает Сразу Можно рекламу Такую снимать Ледокол Замораживает Сразу Ну Не знаю Что Можно под маркой Ледокол Снимать Но что-то Наверное Можно Окей Пуля Спокойно 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 Так Кто там еще жив Вы Как Но я Это нравится Хочу больше Этого Окей Вот эта комната Вот Эта комната Помню еще Сам Пушкин Писал про эту комнату Скажи-ка Дядя Ведь не даром Москва Спаленная Пожаром Таким Разработчикам Адана Которые Делают Такие Ублюдочные Комнаты Которые Хрен Блин Пройдешь Без получения Урона Но пока что Если честно Все идет Неплохо Посмотрите Мы еще живы Мы еще живы Не просто живы А мы еще Как бы боремся Мы еще хвостом Бьем Нас уже Подвесили за жабры Но мы еще Мы еще Телепаемся На самом деле Нет На самом деле Все достаточно Радужно По сравнению С тем Как я проявил себя На первых двух боссах Дела идут Очень хорошо То есть По сравнению С тем Что могло бы Случиться После моих провалов Все идет Неплохо Все идет Неплохо И почему-то Вот я на боссах Играю плохо А так Играю нормально И я Конечно же Пошел В нашу В наш магазин Я потратил ключ И я был Награжден Кое-чем Это кое-что Является Зелье дружбы С оружием Которое мы Мы купим Я даже раздумывать Два раза не буду Над этим вопросом Зелье дружбы С оружием Это замечательно Плюс Два доспеха Продается Я думаю Здесь даже думать Не надо Я думаю Думать не надо Я думаю Думать не надо Вот вам Мой совет Я покупаю Просто броню И иду дальше Хорошая ли это идея Я думаю Это ужасная идея Я думаю Это ужасная идея В плане будущего То есть На будущее Я себе все испортил Возможно У меня на этом этаже Будет черный сундук Который я теперь Не смогу открыть Но Если я Каждый раз Буду размышлять О последствиях То знаете Знаете В кого я превращусь В свою бывшую девушку Ха-ха Я не знаю Что это должно Значить Было вообще Абсолютно Без понятия Но почему-то Я решил Что это будет разумно Заходим к боссу Используем Зелье дружбы с оружием Расстреливаем его К чертям собачим Используем Используем пустышки Все балрок Тебе хана Вы видите Как быстро я стреляю Это Это огонь Ха Балрок уходит В темноту Потому что Он не смог справиться С моим величием Это было просто Офигенно Непременно Все было Офигенно Охо-хо-хо Ни секунды Сомнений Скотина Вы видели Как он По-скотински Действовал Он чуть не Не это Не подставил Меня Так Патроны Кончились А арбалет Где ты Где ты Балрок Он чуть не наехал На меня Окей Я использовал Пустышку В последний момент Блин Фууа Ни секунды Сомнений Добавляется нам Броня Добавляем себе Новое оружие Ружье с фокусом А это Ружье Которое в дробовик Превращается Ну и конечно Патроны берем Для команда Мне казалось Что у нас Должно сейчас Больше брони Быть Неужели Прохождение Босса С идеальным Убийством Только одну Единицу Брони Добавляет Если это так То это Полный Полный, полнейший Отстой Но, судя по всему, именно Ситуация именно такова Окей, 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 окей Спокойно, спокойно Все нормально Как весело Как весело Я не знаю, как я умудрился в этой комнате выжить Не получить урон Но я очень счастлив Все так сложилось, как это сложилось Вообще, надо было, конечно, зелье дружбы с оружием врубить И не выдебываться Не выдебываться, да Ну, в общем, я этого не сделал Да, ну и хрен с ним Мы живы, и это хорошо Деревянный сундук Знаете, если честно Деревянный сундук это то, что я сейчас хочу Потому что у нас все равно ключей нету Деревянный сундук это то, что мне сейчас нужно Для повышения Для повышения самооценки Чтобы я решил, что я Принял правильное решение Когда Решил На все деньги купить броню Ну, возможно, это решение правильное Возможно, неправильное Все будет зависеть Все будет зависеть от того, что нам Какой сундук будет следующим Возможно, следующим будет сундук Шанцунга Который будет нам говорить Ты следующий Что нам нужно сейчас? На данный момент нам нужны ключи Нам нужны ключи Хотя отсутствие ключей Это прекрасный довод В пользу прохождения Следующего этажа Как можно быстрее Это довод в пользу Поиска перехода на следующий уровень На четвертом этаже С наибольшей скоростью Без поиска комнат Деньги Деньги это хорошо 30 денег Это хотя бы что-то Это хоть что-то Мы можем купить себе броню Наверное Если еще чуть-чуть подкопим Но на этом этаже Мы уже выкупили Всю броню в магазине Если, кстати Увеличение здоровья с босса Дает немножко брони То, в принципе, все не так плохо Ну, у нас что тут Без шансов Да, только секретную комнату Если найдем Ладно Я его, короче, разобью И двинусь на следующий этаж Пофиг Нам Все пофиг Все флаги пофиг Будут нам Идем дальше Этот робот Очень мне нравится У него Веселая анимация И он Смешные звуки Издает При переходе На При переходе Да, при перекате При переходе на перекат При переходе на перекат Кат-кат Кит-кат Короче Так Четвертый этаж Что у нас Какие у нас интересы На четвертом этаже Я бы сказал Что у нас, наверное, интерес Все-таки Как можно скорее найти босса Находим босса Собираем чемоданы Валим на пятый этаж Находим дракона Убиваем дракона Все С первой попытки Новым персонажем Убит дракон Как бы это было классно Да Я бы балдел Я бы неделю Всем бы рассказывал На работе Как я мастерски Завалил дракона С первой попытки Ну, на самом деле Я, конечно, этого бы не делал Потому что Со мной на работе Никто про компьютерные игры Не говорит На меня только все странно смотрят Когда я рассказываю Что я там играю Снимаю видео в интернет С компьютерными играми Но это Ну, не все, ладно Там есть чувак Который меня прекрасно понимает Ну, а все остальные Все остальные смотрят Достаточно поразительно Пару раз мне говорили У тебя, наверное, игровая зависимость Может тебе надо это Проконсультироваться Капец 2016 год А мы говорим про игровую зависимость У меня нет никакой зависимости У меня все в порядке Я могу бросить в любой момент Так Что происходит? Происходит четвертый этаж Четвертый этаж начинает нас трахать Потому что я экономлю патроны Я экономлю патроны И использую отстойное оружие Это не то, что мы хотим делать Мы не хотим этого делать Мы хотим использовать ледокол Колоть лед И все такое Мы не хотим, блин Получать урон Главная, главная моя ошибка На этих многих этажах На многих заходах На многих На многих вечеринках Это то, что я экономлю патроны Особенно на той вечеринке После окончания школы Там надо было патроны не экономить А я, блин Когда я говорю патроны Я имею ввиду Секс А не то, что я хотел убить Всех своих одноклассников Что вы? О чем вы, блин, вообще подумали? Так На ледокол патроны кончились Переключаемся на Ружье с фокусом Плюс тройной арбалет Прекрасно Замечательно Эти отстойные оружия Конечно, нам помогут В комнатах на четвертом этаже Ну, ладно Тройной арбалет Тройной арбалет Хорошая пушка Но Мне кажется, он хорош Только когда он стреляет По три выстрела Да? Так что в комнатах Нужно выстреливать Одну стрелу Замедляющую А потом переключаться И стрелять по три стрелы Но если бы урон Надо нанести Конкретно А не замедлить противника Зеленый сундук Зеленый сундук Мама, смотри Я еду без рук Ах Я бы с радостью его открыл Нам бы пушка Не помешала бы Ээээ Но Знаете Че делать, да? Нет ключей Когда нет ключей Тогда нет Коней Где ты? Где тип без руки? Я не вижу его Ага, вот он Один выстрел замедлительный А потом выстрелы Убивательные Выстрел замедлительный Выстрелы убивательные Прекрасно Почему я стал говорить Как чувак Из пятого класса Средней школы Не знаю Видимо Период в жизни Книжки Книжки Это противники Блин С первого этажа Уж на них Мы можем Ничего Ничего хорошего Не тратить Да? Вот этот Блин Ружье с фокусом Что-то оно Какое-то Вообще Не взлетающее Какой-то херней Оно занимается Туда-сюда Переключается Выделывается Что-то кричит Клоуна из себя Строит А толку Никакого Вообще Ноль Ну я знал Что этим В итоге Все закончится Да? Мы были В полном Тупике Возможно Надо было Потратить Пустышку Но я одну Оставляю Для босса Я все-таки Не теряю надежду Ах ты Сука Эти призраки Они подкрали Ко мне Ну что делать Да? Все Блин Хана Хана полная Ааа Ааа Как я Ненавижу Призраков Ненависть В моих Глазах Ты видишь Ненависть В моих Глазах Глупый Призрак Оооооооо Магички Призывающие Призраков Еще хуже Где она? Вон она Ах Боже мой Так Все Патроны Кончились На все Остались Патроны На команда Но команда К сожалению Мне нужен Мне нужен Будет На боссе Иначе Нам вообще Без шансов Ну мне кажется Мы проиграем Мне кажется, мы проиграем И надежды нет Надежда умирает последней, конечно И я ее безумный шляпник Но... Не судьба, блин По-моему, не судьба Ключи не падают, ни хера не падает, блин Падает только моя самооценка и моя надежда на благополучный исход Я думаю, мы должны идти на босса Должны идти на босса с командой Ну а что делать, блин? А-а-а-а-а Я не пойду на босса Я попробую найти ключ Насколько это реально? Хороший вопрос Блин, это не настоящий физрук Где настоящий физрук? Покажите мне настоящего физрука Дмитрий Нагиев Покажись Я должен найти ключ и попытаться открыть зеленый сундук И надеяться, что там будет хорошее оружие Которое будет вторым оружием для убийства босса Потому что, когда закончатся патроны на команда Нам придется босса мочить каким-нибудь отстоем И этот какой-нибудь отстой Называется, блин, стартовое оружие наше Так что Вот такие пироги с котятами А-а-а Все, мы со стартовой пушкой, блин, проходим в четвертый этаж Зашибись Просто офигенно Непременно все будет роботофигенно Ха-ха Я думаю, в этой стороне, кстати, не будет Не будет сундука Не будет магазина Ни хрена не будет Не будет жизни мне На этой планете до тех пор, пока Ты жив, Джокер Как я вот это уклоняюсь в последний момент здесь кругом Чудный вопрос Чудненький вопросик Думаете, я знаю на него ответ? Нет Я просто мастер кунг-фу О, здесь все-таки есть сундук Еще один Теперь синий Блин А-а-а Ля-ля-ля-ля Где магазин будет? Магазин, я думаю, будет здесь справа Ищем магазин Ищем магазин Покупаем там ключи Пытаемся открыть сундук О-а-а-ля-ля Чудесно, блин Просто чудесно Какие комнаты Какие комнаты Мне в такие О-а-а-а Стреляй в меня Ох ты Я надеялся, что я смогу это сделать Хотя надо было, блин, потратить выстрел команда Антитело Сам ты антитело Здесь хер, что есть Есть ключ, есть броня Я куплю Да иди нахрен Я куплю А, подождите Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Мы можем купить броню здесь Можем, наверное, что-нибудь еще купить Так, давайте сначала Откроем зеленый сундук Будем надеяться, что там Какое-нибудь оружие О-о-о Пожалуйста, 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 пожалуйста Пожалуйста, пожалуйста Продай мне оружие Сундук, продай мне оружие Я куплю его у тебя О боже Долбанный движок пришельцев Игра, за что? За что ты меня так? О, печаль Тлен Ладно, продаем Продаем ружье с фокусом Продаем маму родную Покупаем, мы можем насобирать на это антитело Но я не уверен, что оно хоть что-то нам дает Что оно вообще делает, я плохо помню Короче, покупаем броню, идем на босса Ну а что я еще сделаю, да? Ладно, не унывай Все будет офигенно Я уже использовал свою единственную пустышку Но все будет офигенно Все окей Все нормально Только ветер за спиной, все нормально Только рюмка водки на столе, все нормально И только не угнаться им за мной Ааааа Друг Мой дорогой друг Я трачу из-за тебя, блин, патроны На свою команду На эти гребаные черепа Где ты? Где этот ублюдок? Окей Я тебя понял Я тебя понял, друг Я понял тебя Я все прекрасно понял Ага, так вот ты будешь играть, да? Будешь на меня свои выстрелы напускать со всех сторон Ладно 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 Хорошо Хорошо, пожалуйста Хорошо Давай, давай, знаешь что? Давай Ты остановишься на секунду И мы поговорим об этом Аааа Плохая идея Плохая идея Ну и все Там была хана Я ничего не мог сделать Еще бы одна броня у нас была И мы бы его заделали Мы бы его заделали Как Как бог Черепашку ниндзя Ну а что? Это первый заход роботом Окей Окей В принципе, я доволен Я его посмотрел Мне очень нравится Он Как персонаж Идея интересная Стартовое оружие Отличное Просто шикарное Поэтому Он уже мне больше нравится Чем пилот Это 100% Так что Я, наверное Завтра будем играть роботом Еще раз Это был экспериментальный заход Такой Проверочный Проверили технику Новокупленную Спасибо вам за просмотр Надеюсь вам понравилось Это видео Если это так Ставьте внизу лайк Оставляйте комментарий Делитесь этим видео Со своими друзьями Хотите смотреть продолжение Подписывайтесь на мой канал С вами был WarlockTD Увидимся в следующий раз